всем привет сегодня мы готовим бестроганы и гарнир будет фасоль так для бестроганов нам надо собственно мясо говядина тут у нас 800 грамм чайная ложка сока томатного сметана лук соль перец мука и прованские травы для фасоли нам понадобится морковь фасоль чеснок и также одна луковица так мы порезали лук одну кубиками 2 полукольцами полукольца пойдут у нас собственно бестроганом тут морковь которая пойдет фасолью и чеснок мелко также молоко насыпали чем будем обваливать бестроганы а сейчас будем нарезать самим бестрогану как бы короче изначально вырезку купить не получилось поэтому купили довольно толстые такие вот стейк из мяса молодых бычков пополам и теперь мы его разрезали пополам чтобы не было толстым мясо теперь нужно порезать его полосками вот я уже часть нарезал примерно вот такими вот довольно тонкими самое главное резать поперек волокон чтобы мясо не было жестким здесь мы видим что волокна идут вот так вот таким образом соответственно мы будем нет волокна вот так тестом будем резать вот так толщина 1 1 полосочки должна быть пол сантиметра примерно так тебе ну можно с нами до пол сантиметра или сантиметр если полосочки получаются длинные то их нужно половинить их не получается разрезать можно так бы стоит поставь так вот получилось теперь отбираем длинные полосочки кладем их вместе но относительно длинные и режем пополам первым основную нарезаем теперь доезжаем остальные результат покажем лук укладываю вниз наливаем масло начинаем обжарку сейчас будем солить включить говядину и обваливать мутер поэтому кладут сверху лук жарится теперь наша говядина обвалена в муке сильно не надо так и и теперь мы стараемся выложить так чтобы она не касалась на сковородке примерно вот так распределяем естественно теперь какое-то время она будет жариться таким образом до на большом огне после этого мы перемешаем и покажем вам результат сейчас делаем соус сметану мы решили взять побольше цену поняна много не бывает вот как то так далее мы добавляем ложечку муки это у нас поварочки дадим еще вот так и добавляем томатный сок можно конечно томатную пасту чтобы получилась жидкая консистенция тем временем наш бестроганов греется на луке мы размешиваем наш соус и минут через пять мы будем заливать его и дальше бестроганов будет тушиться итак мы дождались необходимого результата мясо начало блестеть вы это можете видеть соответственно теперь мы его перемешиваем вместе с лучком чтобы те части которые до сих пор остались красными вот я тоже начал браться уже на лук хорошо берется мы поставили максимально это положили тоже скажем так сейчас будем заливать наш соус напомню что под этим соусом наше блюдо будет томиться это 20-30 минут шикарно как то так результат покажем чуть позже и так в это время мы решили приготовить гарнир а именно стручковую фасоль с морковкой чесноком рецепт простой но очень вкусно взяли большую сковородку добавили оливоча здесь камера можно обычно масло до сделали чтобы она равномерно распределилась после этого добавляем нашу фасоль поскольку фасоль была замороженная в ней содержится какое-то количество воды мы сейчас будем примерно 5-10 минут выпаривать эту воду на максимальном уровне далее все покажем и так наша фасоль немножко выпарилась потому что она была мороженая теперь добавляем лучок да на кухне жарко добавляем морковочку тщательно перемешиваем и теперь минут 15 может быть 20 до тушим сейчас закроем крышечкой чтобы она лучше прошло и под конец добавим приправы какие-нибудь типа соль перец и добавим чесночок для остроты теперь добавляем итальянские травы небольшое количество просто так для красоты и небольшого вкуса и вот тут наша фасоль тушится тоже сюда буквально чуть-чуть все теперь готовим до готовности показываю результат все у нас все готово теперь накладываем вашу пищу пищу богов хорош много не надо офигенно получилось мясо идеально без жилок всего хорош все выглядит как это вот так шикарно и вкусно всем спасибо до новых встреч